Приветствую вас и я скажу вам так. Тот фон, который вы задали для описания своего дальнейшего вопроса, не знаю, осознанно или неосознанно, является очень правильным и верным. То есть, казалось бы, с вами познакомился мужчина из другой страны, причем из, давайте будем честны, из не самой плохой страны, да? Этот мужчина оказался порядочным, то есть он вас не использовал, не бросил, ничего такого не было, да? Да, вот, в общем-то, с ним у вас вроде как все хорошо на данный момент, и все, повторяю, на данный момент. То есть, да, я понял, вы ссорились с ним, но вы успели к нему достаточно сильно привязаться, что, в общем-то, определило дальнейшее ваше с ним отношение. То есть, вы сейчас к нему очень и очень сильно привязаны. Ну вот, а посмотрите, какая получается ситуация. Все получается хорошо. То есть, у вас есть мужчина, вам не нужно будет работать в том самом офисе, в котором вы не хотели работать, потому что отнимает желание жить. И вообще, все отклонности для вас хорошо. Но, у вас все равно есть сомнения. Сомнения. А вдруг это не тот человек. Вы пишете, что... А, значит, смотрите, что вы пишете. Вы пишете о том, что... Понимаешь, что, чтобы быть с ним, мне придется менять. И, с одной стороны, я тогда мечтал ехать за границу, но я думал о работе и учебе. А, с другой стороны, я так долго ждала мужчину, которому меня дыр тянуло. И вот он, как мне повезло, оказался порядочным. Понимаете, вы мечтали о ехать за границу, но думали об этом в контексте, у чего бы и работа. А вы почему-то не воспринимали мужчину иностранных всерьез. То есть, вот очень интересный этот момент. То есть, вы говорите, что каким бы он ни был, вы знали, что это не тот человек, а в широкострочной перспективе. У меня вопрос, а почему? Почему это не то, чего бы вы хотели в долгосрочной перспективе? А, собственно, а чего бы вы хотели в долгосрочной перспективе? Вот, попробуем так ответить на этот вопрос. Чего бы вы хотели в долгосрочной перспективе? Потому что, ну, вы не отвечаете на него, вы говорите просто, что это не то. А из чего бы вы хотели, вы не пишете. И получается, как бы непонятно, чего бы вы хотели. Ну, вы попробуйте для себя поначалу, хотя бы, просто для начала, определить, чего бы вы хотели. А потом посмотреть, как бы, отвечает это вашим требованиям или нет. Если отвечает, то почему бы и нет. Здесь я соглашусь со своим коллегой и скажу, что если это не противоречит тому, что вы хотели бы, то почему бы не попробовать вступить с ним в отношения. Вот. Ну, ладно, нужно еще с этим моментом, я полагаю, определиться. Дальше. А дальше мы подходим к очень важному моменту. Вот, казалось бы, да, совершенно определенно. Хотели ехать за границу, думали об этом в контексте учебы, но, знаете, еще ведь нужно удержаться за границей, да, то есть еще нужно, как бы, ну, там, обеспечивать себя, а у вас возможность такой могло бы и не быть. А тут, получается, возможность такая у вас есть. То есть вам, вы будете обеспечены. И, казалось бы, все идеально, наслаждайтесь, наслаждайтесь и пользуйтесь моментом. Но нет. Вы этого не делаете. Почему? Наверное, вы сами не очень хорошо понимаете, с чем обусловлена такая вот ваша реакция. Я вам объясню. Ну, попробую объяснить. Ваша реакция, она такого типа, связана с тем, что вы сами для себя не знаете, чего вы хотите. И значит, вы говорите, у меня нет целей, у меня нет мечтаний. Но при этом вы говорите, что вы мечтали о загранице, и при этом вы говорите, что вы хотели туда поехать, и, как я понял, хотели вроде как даже там работать. То есть здесь вот наблюдается, ну, определенное противоречие, которое вам необходимо все-таки как-то для нас или для себя хотя бы разрешить, потому что оно не очень понятно в данном случае. Вот. То есть вы говорите, что у вас мечтаний нет, а тут же потом говорите, что нет, я все-таки хотел бы там работать, например, или учиться за границей. Так вы хотели или нет? Знаете, ваша неопределенность по отношению к мужчине, она связана с тем, что вы сами не знаете, чего вы для себя хотите. Вы даже в сообщении своем ухитрились, я вот, наверное, именно такое слово скажу, ухитрились в своем сообщении вы, как бы написать противоречие, определенное противоречие. Соответственно, эти противоречия нужно разрешить. А чего вы хотите для себя? То есть вот у вас нет цели, нет мечтаний. Ну, а чего вы хотите, вы знаете, для себя? А чего вы желаете для себя, вы знаете? Вот об этом попробуйте подумать. Чего вы хотели бы сами для себя? И если на этот вопрос вы ответить сможете, может быть, вам нужно будет для этого побыть там в одиночестве немного, может быть, для этого вам потребуется там какое-то время, чтобы понять, но тем не менее. Вы подумайте, чего вы хотите именно? И что идет вам на пользу, а что во вред? Вот это происходит с вами пока, он можно действительно назвать как угодно. Но, как сказал правильно мой коллега, я здесь с ним соглашусь. Вы действительно ничего не теряете, если вступите в отношения с ним, с этим мужчиной. Вы действительно совершенно ничего не теряете. Ну и попробуйте, если хотите, если вам это не вредит. Вот подумайте сначала, что вам на пользу, а что вам во вред. От этого отталкивайтесь, и так вот двигайтесь, 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 и задавайте себе вопрос. Это мне на пользу, а это мне во вред. Что мне на пользу, а что мне во вред. И вам будет легче определять для себя приоритеты. А определив приоритеты, вы сможете определить, нужен вам этот мужчина или нет. Потому что именно по, как раз таки, приоритетам, именно по приоритетам как раз, и отсеивается ненужное, понимаете? Я думаю, что именно так обстоят дела у вас, понимаете? И когда, если вы научитесь определять для себя приоритеты, что интересно, появится возможность у вас, как раз таки, и идеал некий своего мужчины выявить. Ведь идеал у вас нет из-за отсутствия этих самых приоритетов. Приоритетов нет? Нет. Значит, откуда вы можете различать хорошее и плохое? Соответственно, если вы будете различать как-то приоритеты, а это я имею в виду, приоритеты различают исходя из того, что для вас, а хорошая, что плохо, именно для вас, и так далее, то вы и сможете различать мужчин. Дальше. Вы говорите, что у вас нет идеала мужского, ну, мужского образа, мужского поведения, да? Нет у вас идеала, вы говорите. Потому что ваша мама вашего отца идеализировала. Допустим. Но свой-то идеал все равно, так или иначе, как-то формировать нужно. Если у вас никогда не было, допустим, отношений, да, то вот хороший момент, хороший повод столкнуться с реальными отношениями с реальным мужчиной, чтобы понять для себя, это вообще то, что вы хотите. Условно говоря, вам это нравится или нет? И так вы и будете отделять одно от другого. Именно так. По-другому по-другому, к сожалению, не получается. Чтобы понять хорошо, что-либо для нас или плохо, нужно с этим столкнуться. Столкнуться. Дабы выработать у себя некое отношение к этому. И тогда уже будет понятно, нравится вам это или нет. Я думаю, что... Я думаю, что вот так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!